Дмитрий Петрович Гавра Дмитрий Петрович, вы изучаете Ленинград и Санкт-Петербург больше 30 лет. У вас опубликовано больше двухсот, наверное, книг, монографий, статей. И хотелось бы спросить, вот за 30 лет изучения Ленинграда и Санкт-Петербурга сильно он поменялся в социологическом плане? Он, видите, в социологическом плане, наверное, даже постановка вопроса не очень правильная. Да, объясните. В плане качества населения, качества не в терминах того, что лучше-хуже, а в плане внутренней структуры. И не только демографической, поскольку, разумеется, старшее поколение уходит, а приходят другие. В плане ценностной, в плане культурной, в плане структурной. Он поменялся сильно, но, вы знаете, в какой-то мере он не перестал быть Ленинградом, и это очень важно в человеческом плане, я имею в виду. И это не только потому, что живы те, кто этот Ленинград отстраивал, кто в нем родился, кто в нем прожил, в случае своей жизни, а потому, что живы их дети, потому что жива эта культура. И в этом плане он поменялся нисколько в контексте того, что длинная традиция существует. А мы с вами представляем ту часть населения нашего города, которая еще помнит, как ты, приезжая в какой-то дальний уголок Советского Союза, говорил, я ленинградец, или там, я из Питера. Тогда это звучало как бы так франдерски, правда? И у людей появлялись на глазах улыбки, потому что вот эта вот традиция восприятия человека ленинградского как какого-то носителя особой вежливости, культуры, деликатности в широком плане культурной традиции, она была тогда, и она остается сейчас. Хотя, конечно, сейчас надо признать, слово питерский у реальных случаев приобретает несколько другой аромат. Да, но настоящий ленинградец или санкт-петербуржец питерцем себя называть не будет. Это отдельное такое жаргонное, мне кажется, слово. Да, пожалуй, что это трудный разговор. Если вот возвращаться обратно к социологии, к данным исследований, к данным опросов, то мы видим прекрасно, что есть условно, скажем, длинная традиция, связанная, тем не менее, с необходимостью соответствовать пониманию того, что ты живёшь в этом городе, что ты его представляешь. И она, вы знаете, в своё время как-то различалась по районам города. Это ещё одна интересная социологическая история, связанная с тем, что... Вот я задам вам вопрос. Это были 90-е годы, конец 80-х и даже начало 2000-х. Вдруг оказывалось, что, скажем, гражданка, условно говоря, Выборгский район, часть Калининского, голосовала на выборах одним образом. Они голосовали за Сомчака, они голосовали за Яблоко, за части там, за демократического города России в начале 90-х. А, скажем, московские и фрунзенские районы, они голосовали больше за коммунистов и за ЛДПР. Вот ты. Ему задались вопрос. А почему так? Отчего такая структурная разница, хотя, казалось бы, и те, и другие, это, в общем, не центр города, а окраины? И когда мы стали внимательно смотреть, как социологи, на структурные параметры, то вдруг оказалось, что... И те, кто знает историю нашего города, они об этом рассказали бы нам и так. Вдруг оказалось, что вот эта самая гражданка, вот этот проспект там непокорённых и в ту сторону просвещения, они заселялись во многом расселяемыми жителями коммуналок из центра города. То есть носителями как бы вот той ленинградской, пьебургской традиции, которая имеет такое ценностное содержание и культурное. Проспект Тереза вообще академическим был. Академически совершенно верно. А, скажем, московские и фрунзенские районы после войны заселялись и чуть дальше, ну, условно говоря, мигрантами из близлежащих областей Северо-Запада, носителями классической культуры малых городов и сельской местности. И поэтому здесь одна культура, субкультура петербургская, здесь другая. И поэтому голосование другое спустя 30 лет, вы вдумайтесь. Вот это те вещи, на которые отвечает социология вместе с политической географией. Дмитрий Петрович, хотелось бы чуть-чуть ещё дальше заглянуть. В 87-м году вы руководили проектом, ну, или занимались проектом, молодые специалисты ленинградской промышленности, в результатах которого пришли к выводу о том, что Ленинград тогда ещё, он не только культурная столица, но и столица промышленная. Вы знаете, это был большой академический проект. Я тогда работал в Институте социально-экономических проблем Академии НОК СССР. Это было очень почётно в таком академическом заведении работать. И мы занимались долгосрочным народно-хозяйственным прогнозированием. Мы размышляли о том, не размышляли, а мы считали, нас вставляли балансы, о том, какой будет Петербург, Ленинград тогда ещё, через 20 лет. И тогда, господи, это был 87-й год. Если кто-то помнит, программа идентификации 90-й, попытка превратить Ленинград в некоторое подобие Силиконовой долины, той, какой она стала в 80-е годы 20-го века. И наш проект был нацелен на то, чтобы продолжить вот ту линию Ленинграда как технологически самого умного города России. Мы были столицей вовсе не культурной очень долгое время. Этот штамп, это клише, с моей точки зрения, верно лишь отчасти. Мы были столицей инженерно-технологической. Отраслевая наука, которая выстраивала как раз мосты между там вузовской фундаментальной наукой, академическими институтами и массовым серийным производством. Там ни Крылова, ни морского флота, ни дорожного транспорта. Короче говоря, отраслевые институты, которые создавали с одной стороны технологии, инженерные решения, оснастку и так далее. И это важно. А с другой стороны, они создавали ленинградцев. Туда попадали выпускники почнейших технических вузов города. И всё это вместе давало нам шанс создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Когда сейчас... Технологически продвинутую. И вот когда я сейчас вижу, как наш серый пояс сначала превратился в 90-е годы в бизнес-центры, а потом потихонечку вместо бизнес-центров теперь строятся жилые корпуса, мы теряем существенную часть существа смысла Петербурга или Ленинграда. И Пётр его создавал как вызов. Вызов не только Европе, вызов нашей своей собственной московской азиатчине, правильно? Вот эти правильные проспекты, вот этот вот адмиралтейский завод, застроение, сталилитейный арсенал. И потом пришёл XIX век, когда здесь создавались эсминцы-новики, когда здесь строились линкоры, когда здесь появилась первая подводная лодка, когда здесь уже там в 20-е годы Сарфавловской крепости и будущая Академия Глушко... про образы двигателей для Королёвской семёрки. Это всё превратило... А потом появился с ней Крылова со всеми вытекающими из этого теперь лучшими в мире подводными лодками. Ну или почти что лучшими, давайте скажем. Лучшими, как бывший сыроподводник, скажу, что... Лучшими в мире подводными лодками. Вот это всё ведь создавало ещё человеческий потенциал. Уникальное собрание в культурном центре мировом с музеями, с Мариинским театром, Кировским тогда. И ещё инженерная интеллигенция это создавало уникальный совершенно сплав. И с моей точки зрения, Петербург сквозь, да? Или Ленинград сквозь. Она была как раз-таки, если это слово допустимо... Она была как раз вот этим волшебным совершенно сплавом инженерно-технической интеллигенции, вот той, которая слушала Высоцкого и Читала Бродского. Их было заметно больше, чем выпускников филфаков или педагогических институтов, вот этих самых инженеров. То есть в Ленинграде физики лириков побеждали, по сути? Ленинград был... Ленинград был... Это не ностальгия, это социологический факт. Ленинград был город, в котором любой толковый физик или инженер просто не мог не стать ещё и лириком, потому что вся эта геометрия проспектов, весь этот туман, все эти семенцы, Достоевский Петербург, эта вся история, она входит в человека, особенно если он, к тому же, ещё и инженер, очень легко. Скажу вам, как инженер-физик по первому образованию. Дмитрий Петрович, скажите, а вот результаты того времени, они применимы в настоящее время, как вы считаете? Есть? Они, видите, конечно, очень хочется сказать вам, да, конечно, мы работали не зря, они применимы. Применима, если угодно, вот мета-методология, понимание того, во-первых, что такие центры, как Петербург, они не могут развиваться и планироваться в рамках электоральных циклов. Пять лет губернаторского срока это, или там, депутатского срока, это одна история, а 20 лет стратегического планирования, в котором прописаны, по крайней мере, полтора поколения технологических, инженерных и так далее, совсем другая история. И это означает, что первое, о чём нужно говорить, разумеется, это стратегическое планирование. Второе, это вопрос, связанный с пониманием кадрового потенциала. Вдруг выясняется, ну, об этом много говорят сейчас, что очень многие возможные вещи мы не делаем только потому, что у нас повыбило инженеров, технологов и конструкторов среднего возраста. Там есть старики, есть пришедшие нынче из вузов, а между ними нету среднего звена. Вот эти вещи применимы. Применимы, разумеется, там некоторые балансовые методы планирования кадрового потенциала. Вот эти штуки, конечно же, применимы. Применимы метасхемы увязки социального развития, экономического развития и кадрового обеспечения. Но простые прикладные результаты, которые были тогда получены, они, конечно же, вчерашний день. То есть, в принципе, с точки зрения кластерного подхода, который сейчас разрабатывается, потому что эти же вещи можно вернуть. То есть кластерный подход, он подразумевает стратегическое планирование от 20 и более лет. И это первое. Конечно, кластерный подход принципиально важен, но он важен вместе, если угодно, со сценарным прогнозированием. Потому что вот когда в город приходил, предположим, автомобильный кластер, я был одним из тех, я был участником разработки стратегического плана Петербурга при правительстве губернатора Яковлева, я был одним из тех, кто выражал сомнения по поводу того, что нам нужна там, условно говоря, отверточная сборка, несмотря там на то, что это добавляет налогооблагаемую базу, сдаёт рабочие места и так далее. Когда при другом губернаторе у нас появился фармацевтический кластер, я был двумя руками, и мои коллеги, не я один там, что уж, я да я, за, потому что фармацевтический кластер, кластер биотехнологий, это совсем другая история, требующая других компетенций, других специалистов и создающая гораздо более высокую и добавленную стоимость. Выйти из зависимости от Запада в лекарствах, в особо чистых препаратах, это совсем другая история. И стать поставщиком их там вот в ту же Азию, как сейчас выстраивают. Это совсем другая история, чем отвертками и там этими гайковертами скручивать Тойоту и детали, которые сюда приехали, при этом имея в качестве локализации резиновые коврики, там плексиглас и разного рода пластик для торпеды. Понимаете? Понимаю. И правительство Петербурга на самом деле в тех же категориях мыслит. Именно поэтому принципиально важным было получение в городе завода двигателей той же компании Hyundai, которую удалось достичь на ПЭФе весной этого года. Да, это как раз пример того, что мы называем стратегическим мышлением, стратегическим планированием в пику еще раз повторю фетишизации электоральных циклов. Дмитрий Петрович, по поводу электоральных циклов. В конце нулевых годов вы занимались проектом повышения политической культуры и электоральной активности. Вот население Санкт-Петербурга на выборах в Государственную Думу президента 10 лет прошло. Скажите, вот результаты тех исследований, они применимы сейчас? Разумеется, они применимы сейчас. Во-первых, в контексте сдвижки возрастов я скажу еще о одном своем проекте, связанном с этим. Он был крайне интересным и как-то в какой-то мере положен под сукном. Мы по своей инициативе сделали проект, который назывался «Повышение качества использования потенциала пожилого населения Санкт-Петербурга». Санкт-Петербург город пенсионеров, да. Это было, вот мы сейчас слышим разного рода дискуссии о пенсионной реформе, это было свыше 10 лет назад, когда мы как социологи и политологи начинали думать о том, что нужно поворачиваться вот в сторону этой части нашего населения, которая обладает неиспользованным, очевидно, потенциалом, а квалификационным, кадровым, культурным и так далее, и так далее. О выводах можете сказать исследование этого? Можем сказать. Ну, один из первых выводов, крайне важный именно сейчас, он заключается в том, что у нас, вот сейчас я скажу на первый взгляд кощунственную фразу, у нас нет в Петербурге пожилого населения, у нас есть пожилое население квалифицированное и неквалифицированное, пожилые мужчины и пожилые женщины, пожилые представители технической интеллигенции и гуманитарные, социально-культурные. Это совершенно разные группы. И еще один важный вывод, о котором пришло время думать сейчас. Пожилое население условно, скажем, 60-70 это одни люди, а 70 плюс это совсем другие. социальная политика, информационная политика, социальная защита, они для этих групп населения принципиально разные. Однако они у нас все сложены в одну корзину и воспринимаются как не очень компетентные, не очень квалифицированные, с не очень высоким трудовым потенциалом и так далее. вот это то, чем можно было заниматься Петербургу еще 10 лет назад, не отправляя этих людей, ну, условно говоря, на периферию общественного внимания. А сейчас уже выбора нет, сейчас это принципиально важный момент. Ну и еще один простой пример в данном контексте, ведь те, кому сейчас 60 в Петербурге, это тоже, в общем, цифры из социологических опросов, они, наверное, процентов на 75 вовсе не такие, как мы о них думаем или как о них думают молодые. У них есть аккаунты в социальных сетях, они умеют пользоваться мессенджерами и фейсбуком, они вполне компетентны в IT-сфере, а мы все думаем, что это дедушки и бабушки, которые пользуются только стационарной и глотской телефонной сети. Это уже давно нет. Стационарные сети объединяют семьи, разные поколения. Они принципиально другие, это означает политически, что пора перестать относиться к этим группам населения, ну, условно говоря, как к некоторым представителям отсталого вчерашнего дня. Политически они в существенном мире, обратно превращаются из профессиональных голосователей и за активных участников, по сути. И в активных участников, и в предмет для борьбы за них не только партии власти, но и тех партий, которые сегодня называются партиями оппозиции. Дмитрий Петрович, чтобы так на оптимистичной ноте закончить с молодежью, вы активно продвигаете вот такой поиск тем для дипломных и выпускных работ молодых студентов среди реального сектора, среди бизнеса, среди политических организаций. Как это у вас устроено и какой вы видите в этом задачу? Вы знаете, если нас смотрят специалисты по коммуникациям из разных сфер экономики и из политической сферы, то я вам прямо говорю, мы у себя в университете в рамках моей научной школы и нашей образовательной программы сказали себе, если вы хотите получить к себе дипломника, магистранта или аспиранта, который бы работал с вашими коммуникациями, с вашими проблемами, с вашим продвижением в социальных сетях, в оффлайне и так далее, то мы обещаем вам молодого человека или девушку, молодого специалиста с потенциалом, вы формулируете тему, вы получаете вместе с молодым специалистом еще и научного руководителя как консультанта, а мы получаем от вас место практики, возможно, место будущего приложения, приложение сил, и, кроме того, мы получаем от вас вполне мотивированный заказ на конкретную разработку. Приходите, вот, не хвастаясь, скажу, что, я уж не знаю, лучшая мы школа или нет, но вот, что касается наших студентов, наших магистрантов и наших абитуриентов, то они объективно одни из самых лучших в стране. Чтобы поступить в этом году к нам сегодня на ряд программ, наших программ коммуникационных, если говорить о ЕГЭ, то нужно было набрать 297 баллов ЕГЭ из 300. Думайтесь. Я бы не понял. 297 из 300, и это роскошная история в целом и про наш Петербургский университет, и про Санкт-Петербург, и про Ленинград. Это означает, что мы можем выбирать самых лучших изо всей России. Это такая важная история. И у нас сегодня, скажем, в моей группе по программе стратегические коммуникации в бизнесе и политике со всей большой страны и еще одна девочка училась в бакалавриате в Лондоне, другая училась в Вене, еще люди учились в разных лучших школах в Москве, и мы получаем их здесь. Поэтому, дорогие работодатели, ищите обречески. Дмитрий Петрович Гавра. Да, дело не в Дмитрии Петровича Гавра. Дело в том, что мы это все делаем вместе. Спасибо. В студии Город Плюс был Дмитрий Петрович Гавра, социолог, политолог, доктор социологических наук, профессор Большого университета СПБГУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин